Жарим баурсаки в масле, казахские баурсаки. Тесто мы приготовили как обычно на баурсаке готовят. Переворачиваем. Погрели емкость с маслом до мяса. Обязательно должно быть чуть-чуть сахара в тесте, чтобы они были вот такие рыжие. Если сахара не будет, они будут желтые. Вот такую партию. Смотрите какое прозрачное масло. Жарим баурсаки. Тесто берется примерно пол килограмма муки, пол стакана теплого молока, чайная ложка соли. Чайная ложка сахара. Добавляется пакетик дрожжей сухих. Его можно прямо в тесто, но я предпочитаю разводить в теплом молоке. Когда разведете, добавляете в муку. Добавляете 2-3 столовые ложки масла подсолнечного. Хотите баурсаки, чтобы были чуть слаще, добавьте щепотку еще сверху сахара, прямо в тесто. Все перемешиваете. Смазывайте чашку растительным маслом, чтобы тесто хорошо поднималось. Укутываете теплым, в теплое место, где нет сквозняков. И на пару раз на подъем. Раз поднялось, перемесили, поставили. Два перемешали, поставили. На третий раз можно выпекать. Если хотите пустые баурсаки, значит раскатываем примерно лепешку в толщину 1 см и нарезаем квадратики. Если вы хотите, чтобы они у вас были круглые и внутри было тесто, то есть не пустотелые, то делайте кругляшки. То есть накатываете колбаску. Колбаску нарезаете кусочками и прилепляете каждый кусочек кругленький. Вы просто придавливаете аккуратненько и получится, сейчас примерно покажу, должны получиться вот такие. То есть колбаса порезанная и вот чуть-чуть пришмякните вот эти лепешки. Тогда они у вас будут внутри стерка. У нас пятая партия баурсаков. Посмотрите, какое прозрачное масло военце, когда мы жарим. Это кругленькие баурсаки. Вот уже сколько мы жарили. Пережарили все баурсаки и вот такое у нас очень прозрачное масло получилось. Осталось еще и вот столько много баурсаков. Приятного аппетита!